Девушки отдыхают У него было три дочери. Старшая, средняя и младшая. Младшая была самая красивая и самая любимая. Царь был стар и умен. Он давно издал указ, по которому первая дочь, выходящая замуж, получит ему царство. Зная указ, средняя и старшая дочери очень хотели замуж. И часто ссорились из-за этого. Младшая дочь замуж не собиралась. Чтобы разрешить все вопросы с замужеством и удалить ссоры, Царь предложил провести соревнования. Он поставил на стол три чайника. Они были совершенно одинаковы, как по внешнему виду, так и поместимости. Царь налил в каждый чайник равное количество воды из бедра. Мои любимые дочери, начинал свою речь царь. Сейчас каждый из вас возьмет по чайнику и отправится вместе со мной на кухню. Там вы поставите чайник на плиту и дождетесь, пока они спятят. Та дочь, у которой закипит чайник раньше, выйдет замуж первым. И, как ни странно, расчеты царя были точны. Первым закипел чайник у младшей дочери. Почему? Одинаковые чайники, одинаковую вместимость поставили на плиту. И у младшей закипел первый. Что они там? На старшей и средней? Уже он не хотел замуж младшей. Ну, почему? Он в области закипел первый? Да. Так, ну смотрите, с утра мы все кипятим чайник. Да, мы ждем, когда он закипит. Да. Когда мы ждем, когда он закипит, мы что делаем? Крышку. Крышку открываем и постоянно туда заглянем. А когда он не кипит, он закипел, мы открываем крышку? Нет. Ну, стоит он там, например, здесь стоит. И что произошло? А две старшая и средняя сестра, они постоянно открывали крышку и выпускали теплый воздух. И он младший не трогал чайник, и из-за этого чайник закипел быстрее. А почему чайник с закрытой крышкой кипит быстрее? Потому что циркуляция горячего воздуха. Ну, ты сам сказал, и когда крышку открывали, они... Ну, они выпускали горячий воздух. Тепло? Да. Заходил холодный. А когда, а если крышку не открывать, то это тепло? Не будет выходить. Не будет выходить. Поэтому если мы крышку не открываем, то чайник у нас... И вода в коктюре закрытой крышки. И письмо. Быстрее. Мы с вами недавно прошли, да, говорили о трехогрегатных состояниях вещества. И вашему вниманию я хотела бы предложить просмотр. Первый вопрос. Переход вещества из плотного состояния, жидкое. Вода вещества из плотного состояния, а я вверх после Максима. Максима переживает, что неправильное слово, потому что ради мы его проверили. А тут хитильный колонок. Третий вопрос. Переход вещества из жидкого состояния в пар. Из жидкого в пар. Прогнозируем. Наоборот. Из жидкого в пар. С парением. Четвертый вопрос. Единица измерения количества теплоты. Четвертый вопрос. Единица измерения количества теплоты. Все, пожалуйста, наоборот. Пятый. Топливо, получаемое из нефти. Ну, один риск, который нам подойдет. Виньпень. Не хочешь? Не хватешь? Шестой вопрос. Жидкость большой удельной теплонелкости. Мы когда с вами рассматривали кипение воды, да, и нагревание воды, большое количество энергии надо затратить, чтобы на ней было большое, огромное. И поэтому для того, чтобы вода закипела, да, мы можем потратить энергию, которой хватит для того, чтобы прокопить параход. И это жидкость, во всем известная. Жидкость. Жидкость. Вода. 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 Переход вещества из газообразного состояния в жидкое. Из газа в жидкость. Сентенсация. Испарение наоборот. Восьмой. Вода. Вода, пожалуйста, бензин через вето. Бензин у нас. Да я уже елку, паскал, уже увидела. Восьмое. Переход вещества из жидкого состояния. Твердое. Кристаллизация. Забыла. Алина, пожалуйста. Только кристаллизация – это для тел, умеющих кристаллическую решетку. А если тела не имеют кристаллической решетки, то есть отвердевание. Алина, записываем. А сейчас мы даем на фолкл. Кристаллизация – это для тела не исчезает кристаллическую решетку. Процесс отвердевания. И последний, девятый вопрос. Единицы измерения давления. И какое слово у нас получилось? Вольняки. 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 Волняки. 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 И тема нашего сегодняшнего урока – влажность. Ребята, а вот такой вопрос. На что мы можем с вами узнать о влажности? Вообще влияет она на нашу жизнь? Да. Как как? Волняки. 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 А в чем причина влажности? Можем мы с вами ответить на этот вопрос? А чем характеризуется влажность? Можем мы так. Давайте запишем тему нашего сегодняшнего урока. Еще раз какую тему запишем? Влажность. 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 Говорят, что самым величественным пикатом на Земле является погода. Есть всего три актера. Солнечная радиация, воздух и влажность. Влажность зависит испарение. Испарение, как следствие, зависит и погода. Облака, горшка, туман. Как вы думаете? Будем мы с вами путешествовать в пустыню. И самая большая проблема в пустыне – это нехватка воды. Как добыть воду в пустыне? Разрезать кактус? Получится кактус высоко. А воду как добыть? Воздух никогда… Выкопать вуз. То есть выкопать колонец. Есть вариант проще. Воздух даже в пустыне никогда не будет сухим. Он все равно имеет силы и содержит в себе водяные пары. Можно с помощью чего? Конденсации. Что нужно сделать? Поставить либо емкость, либо разделить полиэтилен в резинку. Положить камни или какие-то предметы. И на рассвете, уже ближе к рассвету, эти предметы покроются капельками росы, жидкости. И мы с вами таким образом добудем воду. Кактусы. Они же сами себя подпитывают в воду. Почему? На них также оседает, образуется роса. И тем самым они себя подпитывают. Таким образом, воздух никогда не бывает сухим. Откуда берется влажность? Водяные пари, вот последние. Из-за спарения. То есть из-за процесса испарения. Из-за источника водоема. Вода испаряется. Куда она приходит? Она приходит в атмосферу. Видео осадков опадает обратно. Проходит в грунтовую воду. И ухода, и обратно в водоем. Совершенно верно. Мы с вами, да, на сколько процентов состоим из воды? На большинство. Да, приблизительно на 80%. Вообще живущий склад 50-90% состоят из воды. И в атмосфере постоянно находится водяной пар. Нам для комфортной жизни необходимо знать показатель влажности воздуха в атмосфере. Почему? Мы с вами поговорим здесь по позе. Чтобы определить влажность воздуха, пользуйтесь таким понятием, как относительная влажность воздуха. Она означается буквой и измеряется процентом. Чтобы найти относительную влажность воздуха, мы должны абсолютную влажность. Это какое количество водяного пара содержится в одном куболетном воздухе? Ро. Разделить на плотность насыщенного водяного пара при данной температуре. Это уже табличная величина, кроме него. Умноженная на 100%. Ребят, формулу запишем. И когда мы начинаем начать, то же запишем. А вот здесь, смотрите. Относительная влажность воздуха показывает, насколько водяной пар при данной температуре близок и насыщенный. Какой пар называют насыщенным? Какой пар называют насыщенным? При каком-то испарении она много. При каком-то количестве испарившихся молекул, жидкости равно количеству молекул, сконденсировавшихся обратно в эту жидкость. Испарение равно конденсация. Записали глазки в молекул. А почему же утром выпадает роса? Что происходит? Фар оседает. А почему она оседает? Потому что... Если водяной пар постепенно охлаждает, то мы заметим в капельке росы. И вот эту температуру, при которой водяной пар конденсируется, называют точкой росы. Точкой росы. Написали? Нет. Пин. Напишите? Нет. Пин. Измеряется в процессе. Пин. 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 Точкой росы. Почему утром или вечером выпадает роса? Что происходит? Родяной пар, который находится в атмосфере, охлаждается сначала. Почему роса выпадает ночью? Потому что в атмосфере, когда водяной пар охлаждается, конденсируется, как следствие, и температуру, при которой пар конденсируется, называют точкой росы. Врядяной парах. Мы сейчас смотреть полосы. И вот через America. Вism sail. Давайте за мной глазки. Крепко дожмыриемся. Что? Я заנו cappapo капищных. Дожмырились. Без partnering? Помогали, посмотрели вверх, вниз, вправо, влево, по кругу сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки, закрыли глазки на пару секунд, глубоко вдохнули, выдохнули, открываем глазки и мы с вами продолжаем. Нас интересует другое. Когда у меня появилась на столе шишка, ко мне две недели проходили, спрашивали, Анна Сергеевна, что это за шишка? Вик, или кусок Сюши? Слушай, пожалуй. Можешь подойти, показали. Викрометр, это измерительный прибор, предназначенный для охлаждения влажности. Они бывают разные. Малостровый, пленочный, кусочный и т.д. Это грометр из шишки. При воде, когда воздух теплый и сухой, чешуйки и шишки раскрываются, и семена выпадают. Иногда, когда воздух влажный, эти голодные чешуйки и шишки сжимаются, и не давать семена влюбить. Грометр работает по тому же принципу. А когда воздух влажный, давай поговорим пока про шишку. Вот она сейчас в каком состоянии? Раскрытая. Раскрытая, то есть воздух у нас сухой. 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 А если мы, вот Анцергена пришла в понедельник на работе, шишка высохла, и Анцергена ее весь понедельник мочила, ходила, да, в вечер, приходила, помогала, и пришла во вторник утром, шишка у нас какая? Закрытая. А почему она закрылась? Ну согласитесь, разница колоссальная. Потому что мы вообще мочили, и как бы она думала, что влажность, да, мы повысили. Смотри, вот когда суп едим с гренками, мы гренку бросаем, гренка была такая высохшая. А в супе что с ней происходит? Она разбухает. Вот то же самое произошло с шишкой, когда мы ее усиленно мочили, влажность увеличилась. Спасибо. Влажность увеличилась, да, она собралась. А в природе, да, всем же растениям нужно размножаться, да, нужно распространять свои семена. У нас воздух сухой, шишечка высохла, семена и шишки выпали, и поэтому мы видим в таком состоянии. Если влажность большая, то в весне или в осне мы с вами можем увидеть и собранную шишку. Это одна и так же, просто находятся они в разных условиях. Для измерения влажности воздуха, кстати, мы с вами так же, наш организм так же реагирует на влажность. И об этом нам расскажет такой прибор, как гидрометра. Вот. На чем основан гидрометра? На свойстве человечества волоса при большой влажности меняется. Поэтому, как бы мы в облажную погоду не расчесывались, не накручивались, не выпрямляли волосы, наша прическа, когда мы пройдем по улице, примет уже не такой лосный вид. Почему? Вот здесь натянут человеческий волос. Я сейчас пройду, но чтобы показать, как это работает. Я не понимаю. А если не потяну, то стрелочка отклонится. Когда влажность большая, волос уприняется, да, и стрелочка отклоняется в другую сторону. Чем суше воздух, тем волос, да, он не твердый, он становится меньше, его длина уменьшается. Вот если мы с вами сейчас будем стараться меньше, чем в одну длину, стрелочка будет отклоняться в более... Меньше. Сейчас покажу, что там действительно человеческий волос. Волос человеческий, длинный. Можно, да, не только с помощью человеческого воздуха. У человеческого воздуха мы с вами ходим по школьным кабинетам и наблюдаем. А в каждом кабинете у нас висит интересная синенькая коробочка. Эта синяя коробочка не термометра. Это? Гипрометр. Гипрометр. Или называть по-другому гипрометр психометрический. На чем у нас новость? Принцип продолжен. Мы с вами говорили, что при испарении температура жидкости уменьшается. Один термометр, да, два термометра. Один термометр сухой, а другой влажный. Что значит влажный? Его голба со спиртом замотана тканью и ткань опущена в воду. То есть, и он показывает температуру жидкости, которая испаряется. А мы знаем, что жидкость при испарении... Температура жидкости уменьшается. Вот, видите, в случае, уменьшается. И по разности показаний можно определить, чему равна влажность воздуха. Да, и здесь есть у нас специальная табличка для определения. Но замерки для меня мы сейчас посмотрим увеличенные. Например, задаем влажность по таблице определить. На каждой душе такая же таблица. Определить влажность воздуха в комнате, если температура сухого термометра 20 градусов, а влажного 12. Смотрим. По вертикали показания сухого термометра здесь 20, а влажного 12. По горизонтали разные показания сухого и влажного. Что такое разность? Это вычитание. 20 минус 12. Сколько? 8. Значит, по горизонтальности я ищу 8. И иду вниз до 20. И попадаю в число 37. О чем мне это скажешь? О том, что влажность при данном условии 37. 37 чего? Процентов. А вот сейчас ваша задача, у нас есть 3 психрометра, вы можете подойти к любому и определить влажность воздуха в классном помещении. Один не всегда, как у вас в кабинете, один мы оставляем здесь и один поставим вот сюда. Пожалуйста, подходим. Можно парами. Можно. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...